Как отличить настоящий мед от подделки, если на первый взгляд продукты ничем не отличаются друг от друга? Если мед тянется, то это настоящий мед. Видите, по всей длине он тянется. Вот это настоящее качество меда. Есть мед ненатуральный, смотрите, он как бы натуральный, но он ненатуральный только для кулинарии. Видите, ни одной тягучести нет. Если его расшевелить, он тоже будет тянуться. Но он, видите, вязкий. Хороший мед должен быть зрелым, уверяют продавцы. Проверить это можно в домашних условиях. Немного разогрейте продукт на водяной бане, помешивая его. Зрелый мед будет наворачиваться на ложку. Еще один часто задаваемый вопрос – как отличить горный мед от полевого? Желтый и коричневый мед – это преобладание гречихи и подсолнечника. То есть желтый мед – это большинство подсолнечника, рапса. Темный гречишный мед – это тоже полевые меда. И это полевые меда. А если вы хотите взять меда горные, то они либо белого цвета идут, либо коричневого меда. Самые хорошие меда вообще считаются гипоаллергенные – укоаллергия, химиотерапия, сахарный диабет, миокард. Это, видите, надо брать только белые меда. Мед нельзя хранить в металлической посуде, так как он может окислиться, что привезет к отравлению. Поэтому его следует хранить в глиняно-стеклянной, деревянной или керамической посуде при комнатной температуре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова